Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде чем начать, я говорю, что я кардиолог, я интернист, и поэтому специфических вопросов я просто не знаю. Я в данной ситуации выступаю как организатор здравоохранения и человек, стоящий у истоков создания центра по использованию, так скажем, мирного атома. Продолжение следует... Софинансирование из наших средств составило примерно чуть больше, чем восьмую часть от тех средств, которые выделило государство. Наш комплекс был сдан в эксплуатацию в феврале 2014 года. Лицензии мы получили в мае, это рекордные сроки по получению лицензии, потому что тем людям, от которых зависело получение лицензии, я, например, говорила такие фразы, что если сейчас не дадите, ну еще столько-то человек умрут по вашей вине. Открытие состоялось 3 июля 2014 года, и вот мы такие вылупились, и первые пациенты стали поступать к нам 23 июля этого года. Вообще мы много профильное учреждение, в котором есть стационар на 325 коек, есть две поликлиники, мы занимаемся высокими технологиями, у нас очень развита гинекологическая служба, травматология, ортопедия, и вот то, что мы начали заниматься этим делом, для нас это абсолютно все новое. Что представляет из себя наше здание? Это 4 этажа, площадь больше 5000 квадратных метров, мы действительно хорошо защищены, у нас есть два специализированных отделения, это радионуклидная терапия и радионуклидная диагностика, есть крошечный дневной стационар, который, надеюсь, заработает с 2015 года, у нас есть роботизированная иммуногистохимическая лаборатория, ну и то, что уже у всех есть, мы дополнили свой парк оборудования, у нас есть отделение КТ и МРТ. Отделение радионуклидной терапии, это 10 одноместных, действительно комфортабельных палат, одна палата для лиц маломобильных, для инвалидов. Мы в этом году проводим терапию радиоактивным йодом и начали проводить терапию радиоактивным стромциям. Надеюсь, что со следующего года, когда уже накопим хоть какой-то опыт, почувствуем, что называется, в руках этот метод, мы будем лечить и синдром тиреотоксикоза. Вот таким образом выглядит фасовочный бок с кобром, здесь фасовка йода происходит. Так выглядит процедурное введение, то есть там, где пациенты принимают радиофармпрепараты, карусель здесь выставляется. Так выглядят наши балаты. И мы наблюдаем, естественно, за пациентами. Вот здесь показан блок системы Пеликан, который сигналит о том, что пациент приближается к выходу, если он является радиоактивным. На посту у медицинской сестры есть видеонаблюдение, есть пульт управления, то есть, в общем, все так космично. Сколько вешать в граммах, нам никто не рассказывал. Мы все учились в основном в Обнинске, за что огромная благодарность специалистам. Андрей Алексеевич выступал, он приедет, надеюсь, к нам на конференцию, которая будет у нас в январе месяце. Мы учились в Обнинске, мы ездили в Белоруссию. Мы знаем, как работают в Красноярске, потому что мы были пилотным проектом, а следом за нам, на наших ошибках, уже не делая их, появился центр в Красноярске, мы начали работать практически одновременно. Мы действительно не используем высокие дозы. Вот 4 ГБК – это только примерно 20%, не более пациентов у нас получили. Примерно такие дозы, это я средних говорю. А так мы полностью следуем традициям Обнинска. Но, безусловно, мы смотрели регламентирующие документы, и к своему удивлению я обнаружила, что вот есть такие приказы по специализированной помощи, есть приказы по высокотехнологичной помощи. Они 5 и 6 года обозначены просто радио-йод-терапия, только обозначены как вид лечения. Частота предоставления тоже вызывает восклицательный знак на этом слайде – 0,1. Ну и кратность 1. То есть, конечно, ничего не определено. Анатолий Филиппович, который у нас бывал, видел наше отделение, присутствовал на открытии нашего центра и направляет к нам пациентов, точно так же, как и из вашего центра направляются пациенты. И вообще у нас больше всего пациентов из Санкт-Петербурга. Сейчас я покажу это. Действительно, он уже рассказал о том, какие есть гайдлайны, к чему следует прислушиваться. Действительно, в национальных рекомендациях 2007 года, которые были приняты на 11-м российском онкологическом конгрессе и 4-м тереодологическом конгрессе, было сказано, вот согласительная комиссия тоже показывали уже здесь и глубоко уважаемых людей, которые были в этой согласительной комиссии, и огромен список учреждений, которые принимали участие в принятии этих рекомендаций. И действительно, так же, как и показывает эта конференция, единого мнения по очень многим вопросам до сих пор нет. И принималось все только тогда, когда 90% из участников говорили, что да, мы все так согласны. Но уже сегодняшний день лишний раз позволил и мне в том числе убедиться, что вопросов-то очень и очень много. И вот, посмотрите, с одной стороны говорится, ну если обобщить, да, то есть я показываю вот эти рекомендации 2007 года, потом 2008 рекомендации Чисова, и, наконец, европейские рекомендации 2010 и последующих годов. Так вот, везде суть всех этих различий состоит в рекомендациях в том, что кто-то говорит о том, что нужно лечить даже при очень низком риске и при отсутствии метастазов, а кто-то говорит о том, что нужно лечить только в определенных случаях. Примерно та же дискуссия, когда про и контра в отношении либо экстерпации щитовидной железы, либо гемитиреоидыктомии. Вот я для себя поняла, когда я начала изучать и погружаться в очередную сферу после стройки, юридических и прочих аспектов, я поняла, что есть два вот этих вот вопроса, и мы сюда приехали в том числе, чтобы найти и на них ответы. Вот вы видите, что в этих рекомендациях действительно обозначено, что есть группа низкого риска, и послеоперационная терапия не показана, потому что действительно и статистику вот сейчас нам привели по поводу того, снижается или нет риск у этих пациентов. Вот рекомендации Чисова. Все, что нужно делать, все делает радиоид терапии, все делается только после того, как проводится радиоид тест. Но не отмерить ту дозу, вот если даже жидкий йод мы используем, потому что капсульного в нашей стране нет, мы ездили учились в Гомель, там работают на капсульном йоде, и в нем есть действительно свои плюсы, но и свои минусы. Вот, только все после радиоид теста, который здесь описан. Мы его не проводим. Европейские рекомендации честно говорят о том, что радиоабляция йодом рекомендована пациентам с высоким, с низким риском рецидива, и показано пациентам, как я здесь уже подчеркнулась, очень низким риском. Мы не являемся отборочной комиссией. У нас не было пациентов с очень низким риском, поэтому пока при первых 100 пролеченных пациентах мы не испытывали вот этой проблемы. То есть мы были уверены, что какие ни восьми рекомендации, в принципе, комиссия направила, и мы не можем отказать этим пациентам. Но я понимаю, что эти вопросы перед нами встанут. Итак, мы пролечили с 23 июля по 20 ноября. По вчерашний день у нас был отмечен сотый пациент. Средний возраст наших пациентов составил 52,5 года. Как вы видите, преобладали женщины, 84%. Вот пациентка находится в палате, видно. Здесь представлена диаграмма, на которой видно, в каком процентном соотношении были формы высокодифференцированного рака щитовидной железы, и папиллярный преобладал. Здесь показаны стадии. Можно было бы порассуждать по этому поводу, но еще раз говорю, что я не специалист, поэтому подчеркну только то, что вы увидите на следующем слайде. Это то, что при таких стадиях мы все-таки проводили в подавляющем большинстве случаев радио-йод-абляцию. Средний уровень тиреотропного гормона перед поступлением составлял 52, тироглобулина – 17. Но разброс по тироглобулину был очень большой. Ну и результаты сцентографии, как уже и говорили коллеги до меня, показали, что в ложе накопление идет достаточно у большого числа пациентов. Это те люди, которые посылали нам, говорили о том, что все вроде бы благополучно. Мы пролечили пока всего 15 пациентов с тронцем. Видим, что эффект есть, но не у всех пациентов. Пациенты тяжелые, пациенты очень часто у нас, что называется, срываются, потому что мы выявляем очень часто у них и патологические переломы. Ну, такое направление, которое пока проводится в условиях стационара, сутки они у нас находятся. В дальнейшем, я думаю, что это будет как раз дневной стационар. Ну и посмотрите, какова география пациентов. Вот Ленинградская область, Санкт-Петербург, 29 человек, из Архангельской области, 19, но обратите внимание, что у нас есть пациенты уже из Саха-Якутии, из Краснодарского края, из Крым у нас есть пациенты и так далее. Оборудование отделения радионуклидной диагностики у нас представлено, Аффект-КТ и гамма-камерой фирмы GIE, у нас Philips гамма-камера и GIE Аффект-КТ. Мы проводим сейчас цинкографию скелета, щитовидной железы, пара щитовидных, почек, легких, ЖКТ. Планируем начать исследование миокарда и провели уже более 800 исследований. Ну и я не останавливаюсь на диагностике, я, чтобы немножко разнообразить высоко научную конференцию, покажу прозу жизни. Вот это место, на котором потом был наш центр, и просто пролистаю последовательность. Вот появился первый экскаватор, котлован. Вот так это все выглядело. Это пока все ниже ватерлинии, потому что баки у нас стоят в вакуумной канализации минус 9 метров. От уровня земли. И вот так вот мы строились, строились. И построили. И построились. Спасибо. Милости просим к нам. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот, если можно, Вы так сказали, Вам это повезло. Я думаю, что, как говорил Иосиф Иссорьонович, что кадры решают все. Я думаю, что, наверное, заслуга главного врача, онкологического диспансера, вот в том, что это все случилось, есть. Нет, это совершенно параллельные процессы. Дело все в том, что... Я не... Мы не спорим с онкодиспансером. Я бы с Вами не совсем соглашился, потому что это решалось тогда, когда он был министром здравоохранения. Он же не только был главным врачом. Значит, я... Ну, оставим эту дискуссию. Я могу пояснить, он неожиданно узнал об этом, был очень против, сказал, что... Я совершенно не стесняюсь этого сказать. Мы с Андреем Валентиновичем дружим и надеемся, что мы будем дополнять онкодиспансер. Он понятия не имел о выделении этих денег. Был страшно. Ну, вот видите, информация бывает разная. Я немножко имел другую информацию. Я был в этом городе замечательном. И советую, кто когда-нибудь будет... Там построен онкологический диспансер по техническим нормам, очень высокого качества. Я думаю, что далеко не все федеральные учреждения онкологического, да не только онкологического профиля, могли позволить себе... Но, тем не менее, мы можем... Я думаю, что здесь вопросы, наверное, вряд ли уместны, потому что мы можем только поздравить вас, организатору, руководителю, всем, что вам удалось открыть такой замечательный центр. Сейчас, я вас подожду. Это повод для того, чтобы нам учиться, как это можно сделать. Не только в бывшей столице мы не можем открыть, а, оказывается, в Архангельске. Архангельске – это легче. Спасибо. Знаю, как... Спасибо.